Привет, сноубордисты и сноубордистки! Москва, Таганка, магазин VR Freeride, Сквот с вами. Сейчас сделаем обзорчик на новинки досок, которые у нас появились не так давно, и хотелось бы о них рассказать. Этот бренд называется Weston. Американский бренд, родом из Калифорнии. Создан он был в 2012 году, это относительно молодой получается бренд. Обычными любителями кататься на сноуборде. Ну, как обычными, они по всей вероятности были не самые обычные, потому что они все-таки решились и создали свой бренд. При этом еще не нашли нужную фабрику, на которой сделать этот бренд. Это фабрика китайская, называется она GP87. И, как вы, наверное, знаете, если вы наш постоянный зритель, то на этой фабрике делается наш любимый бренд Telos. Telos, кстати, сделан позже, ну, точнее, образовался как бренд отдельный, фабричный, позже, чем Weston. И у меня такое вот есть некое ощущение, что, возможно, они посмотрели на этот Weston и решились на открытие своего бренда. Но сейчас мы не о Telos и Weston. Что с собой представляет бренд? Это достаточно широкая линейка, во-первых, сноубордов, там от паудербордов до досок для фристайла. Плюс в нем есть лыжи, как ни странно, несколько моделей. Ну, такие тоже скорее фрирайдные, чем какие-то, не знаю, карвинговые. Ну, понятно, бренд в основном ориентирован на фрирайд. Есть у них также сплитборды. У нас достаточно маленький, такой компактный выборку мы сделали для себя. Конечно же, тех досок, которые мы любим, это паудерборды, сноусерфы, определенную, которая имеет форму. Сейчас покажу, что из себя все это дело представляет. Ну, начнем вот по порядку. Доска называется Backwoods. Это паудерборд. У них несколько в ростовках есть, да. Достаточно жесткий. Это, кстати, рубрика из серии «Вижу впервые», потому что я вот пришел в магазин, я их до этого не видел. Видел только в интернете. Кстати, когда, ну, рассматривал этот бренд просто, потом как-то написал им однажды, что, друзья, вот мы из России, они говорят, извините, у нас уже есть дистрибьютор в России, поэтому это не мы, но бренд нам нравится, поэтому он у нас присутствует. Доска достаточно жесткая. Она имеет жесткость по их линейке «семерку». Ну, семерка, она и есть семерка. Дирекшнл доска, ну, с обычным прогибом в середине и с широким рокерным носом. Хвост короче и уже носа, то есть доска такая явно для фрирайда. Карбоновое волокно у них есть, но присутствует вот здесь вот только V-образное в районе хвоста, чтобы... Хвост, кстати, достаточно длинный, да, то есть есть паудерборды такие короткие. Немножко, как сказать, управление на задней ноге. Здесь же более централизованная стойка и с таким длинным хвостом и с таким жестким хвостом с карбоновыми стрингерами вы можете нормально отталкиваться. То есть, в принципе, можно прыгать какие-то бэк-кантри-трамплины на ней и, в принципе, хорошо вывозить. Есть аналог доски Backwoods Eclipse. Это, ну, женский вариант доски, хотя хвост здесь такой вот, мун, как это, по-английски звучит. Короче, в виде такого полумесяца, а у мужской доски он круглый. Ну, по всей вероятности, девочки меньше прыгают, поэтому девочки девочковую доску сделали с немножко обрезанным носом. Это примерно такая же конструкция, как у Backwoods. Он тоже достаточно жесткий, хотя, конечно, не такой жесткий. Жесткость у них заявлено одинаковая, но по ощущениям девочковая доска, конечно же, мягче, чем мужская, потому что обычно все так и делают, но она все равно достаточно жесткая. То есть, девочки, кто хочет кататься в паудере, паудерборд, прекрасный Eclipse 150-й для таких, ну, девушек достаточно больших, потому что 150-й – это, по-моему, самая большая доска в линейке женской. Еще одна доска, которая нам понравилась, это модель называется Hatchet. Это какой-то прям уникальный сноуборд, потому что ребята, видимо, решили сделать супер-универсальную доску для катания на всем вообще. То есть, у него явно выражены фрирайдные признаки, да, то есть нос чуть шире, чуть длиннее, чуть выше, чем хвост. Прогиб в середине обычный кембер, и нос и хвост имеют такой, ну, небольшой рокер, что, в общем-то, конечно, будет лучше вывозить. При этом доска относительно твиновая, то есть у нее есть небольшое смещение закладных, ну, прям совсем минимальной, там, каких-то буквально несколько сантиметров или даже миллиметров. Ну, в общем, при этом она еще широкая, да, то есть здесь талия у 156 доски что-то такое около 100, около 28 сантиметров. Это очень широкая доска. Такая доска, конечно, будет хорошо скользить по перилам, в том плане, что устойчива, да, плюс стойка у нее все-таки тоже намного более центровая, чем у фрирайдных моделей. То есть на этой доске можно прыгать в разные стороны, то есть она подойдет для катания в парке или просто по трассам ничуть не меньше, чем для катания в павдере. То есть такая супер универсальная доска. По конструкции у разных досок немножко разные варианты сочетания дерева, то есть где-то есть тополь-бамбук, в каких-то досках есть тополь-повловня. Ну вот, например, в этой доске используются карбоновые стрингера, вот такие вот продольные, да, по всей длине. При этом не просто наложенный вклеенный стрингер, а он вплетен в деревянный вудкор точно так же, как это сделано на нашем любимом Телосе, то есть те же технологии используются. В общем, интересная доска, хотя достаточно широкая. Я вот покатался на этом питчвинге, извиняюсь, что опять к нему возвращаюсь, и ноги к концу дня уставали, потому что у меня маленький размер ноги, поэтому, скорее всего, такая доска подойдет людям, у кого размер ботинок, наверное, ну не меньше десятого, потому что на девятке будет проблематично. Ну, хотя, если вы небольшого роста, небольшого веса, то есть еще 152-я доска, и она из-за своей ширины тоже будет подбираться короче, чем ваша обычная доска, поэтому, например, если вы, наверное, весите до, ну, так скажем, до 80 килограмм, то, наверное, вам подойдет 152-я. Она чуть поуже, у нее талия там в районе 27 сантиметров. Ну, в общем, интересная доска, универсал просто для всего, но, опять же, я думаю, что в бэк-кантри фристайле это очень хороший вариант. Так, что есть еще, еще, еще? А, еще Swallowtail. Swallowtail называется Japo, Japo, то есть Japan Powder. Это прям такой классический Swallowtail, хотя вырез не очень глубокий, как у многих классических Swallowtail, но доска мега жесткая, прям реально жесткая. Скорее всего, тоже это семерка, но на ней, в общем, нужно там хорошо нажать, чтобы она повернула, если кататься по-жесткому. Конечно, в целине из-за короткого хвоста и еще из-за выреза вы будете проваливаться просто в задней ногой и серфить на ней будет достаточно легко это делать. Здесь тоже стрингера V-образные в хвосте, чтобы он был пожестче. И есть похожая доска. Это женский сноуборд Revell. Это, конечно, не совсем Swallowtail, хотя здесь хвост тоже двойной, но это тоже такой классический сноусерф для девочек. Но, блин, он реально жесткий. То есть по сравнению с Eclipse, он реально жесткий. То есть здесь тоже самое, такая же конструкция с V-образным карбоновым волокном. И, в общем-то, сама по себе в середине доска достаточно жесткая. То есть это прям для таких заряженных девушек, которые катаются где-то прям в больших горах. Кстати, по ходу дизайн у этой доски, это какой-то именной дизайн. Да, очень интересно то, что вообще у бренда существуют дизайнеры, которые, наверное, у всех брендов есть дизайнеры, но здесь на каждой доске какие-то определенные дизайнеры. Вот эта доска сделана с Джессикой Гилберт, но еще на сайте написано, что при разработке этой доски участвовала какой-то, по-моему, Канадская ассоциация горных гидов. И там какая-то часть продаж этих досок идет на фонд вот этих горных гидов, которые помогают людям выживать или решать какие-то сложные вопросы при катании. Интересная доска для девушек, которые валят не по-женски. Еще одна доска, Riva. Если честно, она похожа на Eclipse, и, скорее всего, это тоже женский вариант доски, но отличие в том, что если Eclipse позиционируется как Powder Board, то есть у нее на первом месте Powder, а потом Freeride, то здесь вот эта доска позиционируется как такой All-Mountain Freeride с возможностью, конечно же, выехать в Powder, то есть такая более курортная доска, то есть более универсальная. То есть вы на ней можете гонять, просто купив одну доску, можете гонять по трассам, можете выезжать в Powder, когда он присутствует, но и в то же время она отлично будет резать всякие там снежные жесткие торосы, которые присутствуют на горе в разное время года или в разную погоду. По жесткости она плюс-минус такая же, как Eclipse, то есть вот интересно, да, две доски, 150-я, 155-я, по жесткости примерно одинаковые. Вот такой бренд, это все доски этого бренда, которые есть у нас, хотя, как я уже сказал, гораздо шире у них ассортимент. Не думаю, что у нас появятся какие-то фристальные доски этого бренда, так скажем, мы, видимо, ограничимся вот такими более фрирайд-ориентированными моделями, ну, мы же VR, мы же, как это, VRG фрирайд, поэтому такие доски присутствуют у нас. Что еще можно сказать о бренде? Какого-то прям фантастического, наверное, ничего, потому что сейчас очень многие фабрики могут делать хорошие доски, многие открывают новые свои бренды и позиционируют себя, как мы снова вернем фан в сноубординг, ну, так скажем, немножко лукавят и просто делают доски, чтобы, ну, заработать. Одни бренды закрываются, другие открываются. Вестон, скорее всего, в этот ряд досок сноуборд-брендов, наверное, вряд ли входит, потому что он все-таки немножко более акцентированный, да, на катании таком горном, фрирайдном, плюс они пропагандируют всякие, ну, так скажем, семейные ценности, да, там, катание с друзьями, то есть они не метят никуда там в какие-то, не знаю, фристальные выси, достижения каких-то там, не знаю, высших точек во фристальных досках, при этом, опять же, широкая линейка за счет лыж расширенная, то есть они не делят там мир на сноубордистов и горнолыжников. Экология этим ребятам тоже не чужда, все верхние крышки у них сделаны из полимера на основе бобов касторового дерева, ну, масло касторовое, знаете, вот из него делают полимеры. Например, вы слышали, опять же, если вы наш постоянный зритель, то Picture Organic делал свою одежду, у них достаточно большой процент полиэстера сделан был на основе полимеров касторового масла, бобов касторового дерева. Сайдволы, кстати, здесь тоже у всех полиэвритановые, мягкие, они немножко демпфируют кант, точно так же, как и у нашего любимого Телоса. Немножко демпфируют кант, что, ну, получается, просто доска чуть-чуть более защищена от ударов об камни. Ну, и гнется она более правильно, чем с пластиковыми сайдволами. Вот, собственно, и все, что на данный момент я лично знаю про этот бренд и что успел найти. Заканчиваем видео. Спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что мы выложим обязательно что-нибудь еще интересное. И приходите к нам в магазин «Москву-на-Таганку», где вы можете все это великолепие потрогать, посмотреть и получить грамотную консультацию, жесткую консультацию у наших ребят. Все, всем пока. Приезжайте кататься в горы.